Я понимаю, вы уже устали и много информации, ее нужно правильно сложить, нужно систематизировать это все дело. Но тема очень интересная, тема такая многогранная и очень полезная. Если ее правильно применять, правильно использовать и делать, то многое будет удаваться. Не секрет, что в баскетболе очень много строится именно в нападении на работе малой группы. 2 на 2, 3 на 3. И, конечно, здесь первым делом это игра при заслоне. Заслон, а вот здесь вот уже есть вариант. Да, если после заслона заслоняющий уходит вниз, это пик-н-ролл, или заслоняющий отваливается, это пик-н-поп, отваливается в поле. И тема, которую я сегодня взял, игра противодействия пик-н-роллу. Наверное, не секрет, что каждая, наверное, каждая третья атака в современном баскетболе заканчивается, или же комбинация проходит при помощи пик-н-ролла. Каждая третья. Если команда делает там 70 атак, 80 атак в среднем, то можно посчитать, что это очень весомый момент в игре пик-н-ролл. И вот как каждый тренер готовится к игре, разбирает команду и смотрит на комбинации, как играет команда, какие делает комбинации, какие акценты комбинации, кто играет в этих комбинациях главную роль, решающую роль. И, конечно, каждый тренер особое внимание уделяет тому, как играть против пик-н-ролла. Потому что есть игроки, индивидуально очень сильные. И играя пик-н-ролл, когда хороший заслон, хорошее наведение на заслон, и пространство остается очень большое для атаки, это головная боль для тренеров. Поэтому изначально тренера, помимо того, когда разбирают комбинации, особое внимание это пик-н-ролл. Пик-н-ролл, пик-н-поп. Сегодня я попробую, наверное, не буду умничать, не буду рассказывать, какие есть общие фразы, там есть противодействие пик-н-ролла. Я хочу остановиться на тонкости. Поэтому все складывается в баскетболе в мелочах. И вот эти мелочи, которые есть, которые будут, я хочу, наверное, на них акцентировать внимание. Это первое. И второе. Мы говорим, что работа малой группы против пик-н-ролла. Два на два, я говорю, три на три. Я хочу, чтобы вы понимали, что помимо вот этих взаимодействий в защите, я буду уделять внимание и уделяю внимание со своей командой. И хочу, чтобы вы понимали, как занимают позицию остальные игроки. То есть работа пяти человек. Да, особое внимание вот этих игроков, которые участвуют при пик-н-ролле. Но я буду акцентировать внимание, помимо всего прочего, на тех игроков, игроков, которые не участвуют в этом взаимодействии. Баскетбол очень быстрый и такой интеллектуальный вид спорта. И ничто не... нельзя сказать, что все можно предугадать. Это невозможно. Но первое, что нужно запомнить и выполнять, и вы как тренера должны добиваться от своих воспитанников, чтобы игроки понимали, что они делают на площадке. Что вы хотите добиться от них. Поэтому тонкости, на которых я акцентирую и буду акцентировать, я вас попрошу, чтобы вы уловили. Ну, первое, что самое важное в игре в защите, так же, как и в игре в нападении, это индивидуальные действия. Если игрок сильный, сильный в защите, активно, агрессивно играет в защите, борется за каждый сантиметр площадки, тут уже не важно, ставится за слом, будет он как-то противодействовать, у него есть заряженность на это взаимодействие. Это первое, заряженность и агрессивность в защите. Я могу вам привести пример, и многие знают, многие слышали, может быть, такие фамилии, что... Вот есть Сергей Москаленко, который играл. По-моему, первое, что есть, играя, когда он играл в защите, и вообще, не важно, какой защитник будет, какой будет за слом, он все равно оказывался перед своим визавием. Ставится за слом. В поле, внизу он продавливал, выходил из-под заслона, но он оказывался перед своим защитником. Это говорит о том, что игрок заряженный, игрок хорошо сидит на ногах, хорошо подготовлен в защите. И это, наверное, одно из самых важных методов, например, да, или, если правильно сказать, что... Качество игрок, невзирая на то, какой ставится за слом, должен оказаться перед нападающим. По-любому. И вот первое, от чего нужно... То, что я хочу начать с чего. Первое, если очень агрессивный и сильный защитник, он сам противодействует за слом. Но каким образом? И перед тем, как мы начнем вот сразу же с первого пункта, как самостоятельно противодействовать за слону, нужно акцентировать еще внимание на то, что... Где ставится за слом? Кто ставит за слом? Три основные момента, где ставится за слом. Это в лоб под 45, где больше всего опасности. Мы не говорим о углах. Там нет смысла ставить за слом. Потому что если игрок прибежит ставить за слом в углах, это уже ловушка. Потому что он сам приводит игрока и делает своему игроку, которым играет нападение, приходя ставить за слом в угол, это уже ловушка. Потому что грамотные игроки не выпустят вас из угла. Все остальные уже будут перекрывать любую передачу. Это уже начало быстрого прорыва. Значит, мы определяем, что в углах практически не ставится за слом. Практически. Это даже не подводит к тому, что есть эта возможность. То есть мы говорим, что 45, лоб 45. Есть тренера, которые делают акцент, куда ставить за слом или куда гнать игрока, играя в защиту. В центр или же в лицевую. Опять же, вы как тренера должны определять по своим исполнителям, по своим игрокам. Это тот момент, опять же, который я хочу уточнить у вас. И чтобы вы запомнили, что все зависит от индивидуального мастерства каждого игрока и команды в целом. Итак, первое. Противодействие у заслона самостоятельно. Мы берем три пары и начинаем. Почему три? Я вам говорю о том, что работает пара, нападающий защитник. И я ставлю еще одну пару не для мебели, а для того, чтобы вы понимали, где, как они должны двигаться относительно игры, относительно мяча, относительно этого пикин-ролла. Предположим, мы берем один вариант, да, вот как игроки стали, так оно и будет. Игрок с мячом, центровой, давай чуть-чуть ниже. И вы занимаете позицию со стороны мяча. Не берем дальнюю сторону. Первое. Игра, при котором защитник самостоятельно справляется с пикин-роллом. Первое. Мы говорили, что агрессия на мяч. Обязательно агрессия на мяч. Нельзя бросаться на игрока с мячом плотно, вас обойдут. Но агрессия, почему должна эта агрессия быть? Вы должны противодействовать этому заслону, не дать свободно игроку навестись. Когда игрок играет самостоятельно и не дает этому заслону? Первое. Если очень активный и очень агрессивный защитник, он справится самостоятельно. Второе. Игрок, нападающий, плохо владеет дриблингом. Тогда, опять же, защитник справляется самостоятельно. И третье. Когда некачественный заслон. Когда некачественный заслон, и игрок двигается, и двигается, и игрок с мячом, и игрок, который ставит заслон, они двигаются и не получаются заслоны. Это плюс уже защите. Начинаем. Расстановка при этой защите. Игрок, который давит на игрока. Мы уже берем, наверное, момент, когда агрессия должна быть по всей площадке. Да? Или от середины. Как кто выбирает? Мы выбираем вариант, когда игрок не дает уходить ни в центр, ни в лицевую. У него есть игрок с мячом. Эти игроки, которые ему помогают, где-то подсказывают. Этот игрок, помимо того, что он сидит на ногах, он все время агрессивно давит на игрока с мячом. Сидит на ногах. Не лезет выбивать, а заставляет игрока менять ту траекторию, которая нужна ему, защитнику. Чтобы он не думал навестись на заслон или же чтобы не потерять мяч. Этот игрок навязывает свою борьбу. Хотя вы можете сказать, что нападающий имеет преимущество. Да, он играет лицом. Он играет с мячом. У него есть преимущество. Но я хочу, чтобы вы понимали, что преимущество навязывает тот, кто больше желает. Кто хочет выиграть, кто хочет этот эпизод, маленький эпизод, выиграть, сыграть лучше, чем его визаи. Поэтому этот игрок навязывает ему, этому игроку, свое движение. То есть все время поддавливает. Сейчас по очереди. Этот игрок. Мы не будем говорить бросающий он, четвертый номер, пятый номер. Этому никто не удивится, если у нас в чемпионате и вообще в Европе, что пятый номер, особенно четвертый, легко бросает трех очков и попадает. Но если мы знаем, что у нас сильный разыгрыш, игрок задней линии или нападающий, он противодействует за сону, нам нечего прижиматься к этому игроку. Задача этого игрока где-то подсказывать и занять правильную позицию относительно мяча. Переходим к этому игроку. Он находится на ближней стороне. На ближней стороне. И этот игрок, играя под давление, он думает или же обыгрывать, или же отдать передачу. Мы не берем еще людей. Только половину. Этот игрок должен правильно занять позицию. Нечего прижиматься к нему. Мы занимаем позицию на линии передачи. Вот, подожди на секундочку. Вот, ты видишь своего игрока, видишь игрока с мячом. Но ты насыщаешь эту зону. Ты не занимаешь, не прижимаешься к этому игроку и не даешь пространство обыгрывать. Если ты правильно займешь позицию, и игрок умный, зрячий, он подымет голову. Есть коридор, он может обыграть. И теперь основное движение. Медленно игрок начинает обыгрывать. Защитник поддавливает и навязываешь, куда ты хочешь его пускать. Если ты знаешь, и тебе говорят, что есть заслон, ты должен противодействовать этому заслону. Два варианта, при котором игрок справляется против этой защиты. Займи позицию. Не прижимайся и подсказывай, что медленно. Игрок ведет, наводится на заслон. Стоп. Мяч здесь. Он легко получит мяч. Не обязательно сейчас играть в эту защитную стойку, закрытую. Ты все равно вот на линии передачи и не боишься, что он пойдет туда. Ты сразу занимаешь позицию. Но ты на линии передачи. Игрок наводится на заслон. И вот здесь первое, что вы должны понимать. Многое зависит от этого игрока. Он дает пространство на выбор защитнику. Он наводится. Но этот игрок должен справиться. Два варианта. Он идет поверху. Поверху. Стоп. Прежде всего, чтобы игрок справился с этим заслоном, вы должны определить. Вот как игрок ставит заслон. Он вытащил ногу. Плеще здесь. Это фолк. Да? Уже нападающий. Значит, он ищет уже какой-то контакт. Из всей конструкции игрока, ставящего заслон, неподвижная только одна часть. Это вот таз. Вот здесь. Игрок, который защищается, навязывая свою борьбу, он его подавливает. И вот здесь, как только он начинает наводиться, и он чуть-чуть проигрывает ситуацию, нам нужно с выпадом занять позицию от заслона. Ты должен навестись ближе. Да? Но твоя задача, как защитника, подсесть под игрока, который ставит заслон, игрок с мячом, вытащить руки, одну, две, и постараться пролезть между заслоном. Иди дальше. Вот ты занимаешь позицию, и опять же, рука вверху, и пытаясь занять позицию перед игроком. То есть задача, опять же, защиты, все время, как бы ни ставили заслон, защитник должен оказаться перед нападающим. Попробуй медленно сделать это движение. Ниже. Подсаживайся еще раз. Ты его подавляешь, 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 подсаживайся. Вот противодействие заслон. Есть. Первое. Еще раз. Вы должны, играя с этим игроком, наводись. Вот. Он не должен вернуться. И вот здесь вот шагом занять позицию перед ним. Баскетбол контактный вид спорта. Не думайте, что он бесконтактный. Еще раз. Есть. И сразу же рука вверху, чтобы игрок даже не думал, не смотрел на бросок. Задача игрока, который, чей игрок ставит на заслон? Он идет на заслон. Вы должны хоть чуть-чуть, но помочь игроку, если он, не дай Бог, зацепится. То есть по отношению к мячу, вот вы двигаете, мяч двигается, и вы двигаетесь с игроком. Помог и вернулся. И этот игрок. Мяч уходит от вас. Вы начинаете движение. Мяч уходит от вас. Вы уже получаетесь с дальней стороны. Вы точно так же начинаете двигаться по отношению к мячу. Для чего? Вы поймете чуть дальше. Это первый вариант, когда игрок с мячом, против игрока с мячом идет поверху. Он справляется. Возвращаемся обратно. И второй вариант. Он может пойти и понизу. Потому что многие игроки могут сразу бросить. Многие игроки имеют владение. То есть хороший дриблинг. Но иногда ставится заслон в фоле. И нам нет смысла идти поверху. Выше становиться. Вот в этой позиции игрок агрессивно защищается. И он, как сова, да? Голова ходит на 360 градусов, на 180 градусов. Он видит, что ставится заслон. Он может пойти понизу. Довести до заслона и идти понизу. Но как это будет выглядеть? Опять же, некоторые мои игроки, ну и не только мои. Видно по некоторым играм, что как только ставится заслон, они облегчают себя жизнь. Идет на заслон. Иди наводись. И вот отсюда он начинает уже бежать, чтобы ловить здесь игрока. Умный нападающий развернется и пойдет в противоположную сторону. И никто уже вас не догонит. Ну разве что, если будет подстраховка. Поэтому задача, мы говорим, агрессия, агрессия, еще раз агрессия. Вы давите на игрока, вам ставят заслон, доводите до заслона шагом и опять занимаете позицию перед игроком. Не упрощайте никогда себе жизнь. Не упрощайте. В защите нельзя отдыхать. Два варианта, да? Когда играется самостоятельно, игрок справляется. Первый вариант. Возвращайтесь обратно. Покажи, как правильно делать. Подавляешь. Расстояние. Близко. Нет. Поверху и потом по низу. Мы говорим об индивидуальных действиях в защите. Опять же, нужно расстояние. Он тебя раскачает и пойдет сразу же вниз. Расстояние. Подавляешь, подавляешь его. И потом выход противодействия заслону. Вот. И движение игрока. Большой. Помог. Вернулся. Первый вариант. И второй. Заслон в поле. Есть. Мы не будем показывать с одной и с другой стороны. Давайте, чтобы мы и вы закрепили то, что есть. Первая. Игра, когда защитник самостоятельно справляется. В зависимости от того, где ставится заслон. Но вот этот нюанс. И эта тонкость, которую показал молодой человек. Вот вы с шагом противодействуете заслону. Это должно быть. Еще раз. Многое будет зависеть от того, как вы ловите вот эти тонкости. Второй вариант. Остаются три пары. Выталкивание. Выдавливание. Или же по научному. Не знаю как. Пуш. Когда ставится этот заслон. И зачем он делается. То есть, как противодействию заслону играем пуш. Для чего это делается. Если игрок с хорошим дриблингом. Но без броска. Но не дружит игрок с броском. А нам нужно противодействовать этому игроку. Играется пуш. Многие игроки. Многие игроки. Когда игрок ставит заслон. И игрок пытается сделать пуш. У нас что получается. Опять же. Я это говорю. Я вас предупреждал. Я не буду умничать. Я буду говорить о том, что есть у нас. С теми игроками или с командой, которой я сталкивался. Мы даем себе слабинку. Ну, такова человеческая сущность. Даем слабинку. И поэтому некоторые моменты не дорабатываются. А вот пройдет. Авось. Да? Мы все любим говорить. Авось. Авось в баскетболе не проходит. И вот когда ставится заслон. Медленно идти. Мы играем пуш. Мало того, что игрок свободно идет туда, куда он хочет. На заслон. Мы еще в последний момент потом начинаем толкать. Есть люди, которые со свистками. Они сразу же вам скажут, что вы не правы. Это фол. Поэтому элемент выдавливания, элемент пуш, как нужно делать. Игрок, игроку, который ставит заслон, вы должны противодействовать, быть на его траектории. Вариант А. Комбинации. Чуть ниже встаньте. Займи позицию на усад. По комбинации или по ситуации игрок бежит ставить заслон. И мы знаем, что игрок плохо бросает, но хорошо играет в дриблинге. Он ставит заслон, игрок разгоняется, ставит заслон и уже двое против одного идут на кольцо. Вам нужно приучать своих игроков к тому, что, и это говорили мои коллеги, что любое передвижение игрока, играем мы в защите, должно быть сопротивлением. Вы нарушаете траекторию, вы нарушаете ритм движения. И поэтому качество того или иного элемента, а мы говорим о заслоне, уже будет нарушено. Поэтому по отношению к мячу, опять же, правильная расстановка по отношению к мячу. Мяч там. На линии. Не бойся, выйди чуть-чуть. Вот, руки подами. И вот я играю как с позиции центрового. И игрок должен пойти поставить заслон. Вот, я здесь встречаю, мешаю, мешаю ему продвижение. Мешаю. Пусть он идет по дальней траектории. Пусть он ставит заслон в центре. Значит, вы уже чего-то добились. Игрок ставит заслон. Я на его траектории. И вот здесь нам нужно сыграть пуш. Как его делать? Ты уже дошел. Предположим, он хитрее, быстрее. Как ставить заслон, чтобы вам не свистнули фол? Как поставить заслон, чтобы... То есть, как противодействовать этому заслону, чтобы мы были преимуществами. У нас было преимущество. Игрок ставит заслон, ближе становится. Ваша задача, вот как только он наводится, ваш сигнал, ваш голос, должны сказать, что вы делать. Ну, это, конечно, заранее уже, как только идет движение. Но пуш, элемент выдавливания, не должно быть откровенным, не должно быть, ну, такой показательным. Опять же, чтобы вас просто так не наградили фоллоу. Пуш ставится обязательно с длинным шагом. С рукой, которую вы выдавливаете. Вторая рука обязательно вверху. Для чего? Я вам сейчас объясню. Вот вы с шагом. Пока он еще не занял позицию. Он еще в движении. У вас есть преимущество. И вот в этом движении вы выталкиваете, и рука обязательно вверху для того, чтобы... Займи позицию, выталкивай. Рука вверху, ты идешь по низу. По низу, и ты по верху. Чтобы этот игрок не остановился и не бросил сразу. Опять же, никого не удивишь, что он может бросить. Все бросают. Попадают? Другой вопрос. Итак, пуш. Игрок не должен свободно выйти на траекторию заслона. А. Ниже чуть. И Б. Пока он начинает двигаться и не заняв позицию, одной рукой и длинным шагом выдавливайте игрока, вторая рука вверху, чтобы игрок не бросил. Поехали. Не забываем. Есть. Стоп. Посмотрите. Это уже достаточное расстояние, при котором бросить можно, попасть в процент уже другой будет. Здесь, опять же, игроки должны давать себе команду. Каждый выбирает, каждая команда, каждый тренер выбирает себе те или иные команды, при котором действуют игроки в защите. На принятие решения очень мало времени. Но какие-то сигналы у вас должны быть. У меня в команде они есть. И люди знают, когда их говорить, и что делать, и что нужно сказать, чтобы игрок понял, за доли секунды оценил ситуацию, если он даже не видел, что происходит. Но, помимо всего прочего, мы говорим, что есть тонкости, когда играют два игрока. А что делают все остальные? Два игрока. Можно у вас? Обоих. Ничего, ничего. Так. Молодой человек повыше. В защиту. Второй в нападении. Когда мы, опять же, я говорю о своей команде. У нас много проблем, когда при заслонах любой. Вот если мы сейчас взяли пуш, и игроки справляются, да, играют там два на два, там три на три. Играется заслон, и игроки начинают идти в страховок. Это большая ошибка. Игроки, которые стоят на периметре. Эти игроки, они бросающие. Да, у вас есть Тимура Рабаджиев. Вы от него будете отходить? Я думаю, что нет. Потому что он забьет, возьмет и бросит. И попадет. Поэтому, когда мы говорим, у нас был вариант А. Игрок справляется сам. Вариант Б. Пуш. Уже сделали эту ситуацию. Игрок пошел понизу. Опять же, этот игрок занимает позицию перед игроком, и он начинает обыгрывать. Начинает обыгрывать. Вот ваша задача. Вы отвечаете за своего игрока. Те полевые игроки. Полевые игроки. Мы еще не берем еще одну пару. Но вы уже должны понимать, что вот справляются два игрока, то есть две пары. Вы на чеку. Вы уже ждете той команды, которая нужна. Еще раз. У нас вариант Б. Пуш. Еще раз. Повтори. Начинай снизу. Стоп. Игроки, которые не участвуют. Ближняя сторона, дальняя сторона. Не бойся, выходи сюда на линию передачи. Есть. Ставится заслон. Мешай, противодействуем этому заслону. Траектория понизу. Стоп. Назад. Ты пошел сразу же понизу. Вот игрок разгоняется, ставит заслон. Этот игрок борется за место. Ты доводишь до заслона. Точно так же сопротивление. Доводишь до заслона, и потом шагом вниз и опять встречаешь его. Не надо раньше времени бежать. Игрок сделает реверс и уйдет на противоходе. Еще раз. Противодействуем траектории движения большого на заслон. Есть. И рука сразу. Сразу рука, не смотри в пол. Сразу же перед ним рука. Первый вариант. Сам. Второй вариант. Пуш. Третий вариант. Вы смотрите Евролигу. Если у кого-то есть каналы. Смотрите Евролигу. Есть команда такая, как Макаби Тель-Авив. Команда, которая играет смену. И очень много разнообразную смену. Им не важно, маленький играет с большим или большой с маленьким после смены, после пикин-ролла. В современном баскетболе центровой должен уметь играть против разыгрывающего и активно играть. Разыгрующий, в свою очередь, должен смело играть в защите против нападающего. И мы видели, как показывал Саша Абрадович, как нужно занимать позицию, как нужно играть маленьким. И вот сейчас третий вариант, когда на площадке у нападающих есть игрок, опять же, который хорошо владеет дриблингом, который идет больше или забивает в основном с прохода или со средней дистанции. А большой вроде как неповоротливый, вроде не хочет так быстро бежать туда вниз, вариант смены. Вариант смены. В нашем чемпионате этим хорошо пользуются Запорожье. Они играют смену. Не только два игрока, меняется вся пятерка. И вот теперь мы добавляем, вот у нас есть игроки, да, играем смену. Игрок ставит заслон, опять же, агрессивно игрок давит на игрока с мячом, агрессивно, медленно ставится заслон. Опять же, есть два варианта. Ставь заслон чуть ниже, потому что игрок должен при заслоне уже делать что-то. Два варианта. Играем смену, когда игрок маленький идет поверху. Доводит до заслона, опять же, противодействует заслону, игрок идет, ты зацепился, ты уже не попадаешь на этот заслон и не смог сделать выдавливание это. Вот ты все равно идешь в спину с рукой и игрок режет траекторию. Стоп, это уже проигранная ситуация, потому что игрок сразу на противоходе тебя обыграет. Роль маленького, сейчас мы будем поэтапно проходить. Игрок поддавливает, отыди в сторону, вот он не успевает, он идет в спину за игроком с рукой. Что делает Большой? Зная, что это ситуация и против кого он играет, назад вернись, противодействует заслону, как только игрок начинает движение на заслон, вы даете расстояние и вот здесь начинаете встречать игрока. Стойка, да? Станете так, обыграет. Может быть. если хороший центровой, но вы начинаете встречать здесь. Иди в спину и ты режешь траекторию, идешь на меня. Вот здесь вот с рукой сопровождая, вы играете смену, ты играешь до конца. Что делает этот игрок? Этот игрок возвращается обратно, противодействует заслону, он идет в спину за игроком, чтобы он не остановился и не бросил и тут же занимает позицию перед игроком и бомпирует его, чтобы он не потянул его вниз. Что делают эти игроки? На передаче игрок начинает движение от мяча, вы двигаетесь к этому игроку. И если даже большой потянул игрока маленького вниз, вы можете хоть чуть-чуть помочь ему, вы уже будете с дальней стороны, пока маленький займет позицию. А если здесь стоит четвертый номер, вы можете точно так же поменяться, а ты займешь его позицию. но помог, есть равноценные игроки, помог и вернулся, возвращаясь, ты играешь от передачи. И вот то, что я говорил, нельзя допустить, нельзя допустить, когда идет смена, возвращайтесь обратно со своими игроками, нельзя допустить, и это опять же мы испытываем на своей шкуре. когда играется смена, ты идешь по верху, противодействуя за слом, стоп, не прижимайся, еще раз, не прижимайся, ты видишь его, вот, расстояние, обязательно расстояние, встречаешь его, встречай, и игрок маленький, на скорости пошел таранить уже большого. Стоп, запомните такую вещь. Опять же, это все проверено на себе. Как только вы пойдете страховать еще большого, маленький с большой, он обязательно снесет мяч. Зрячие игроки не пропускают такой момент. Поэтому здесь справляйтесь два в два. Когда маленький начинает движение и делает двойной шаг, ну пусть он еще большого перебросит, пусть он обманет большого, но как только ты пойдешь, предположим, бросая своего игрока, пойдешь его страховать, он снесет, пойдешь ты страховать, он снесет туда. Поэтому при смене я использую, лично я использую, если хорошо поменялись, играйте до конца. Повторюсь, что каждый из вас должен определить, что большие должны уметь играть против маленьких и маленькие свобочи против больших. Итак, третий вариант смена. сейчас вы спросите, почему игрок, идя в спину, идет с рукой, выдавливая агрессивно, идет в спину с рукой, чтобы игрок не остановился, не бросил. Вы знаете, что когда сзади несется защитник, и он еще с рукой, очень тяжело сконцентрироваться и бросить сразу, очень тяжело, где-то морально это давит, поэтому не опуская руки, все время идти в спину и тут же занимать позицию перед большим. Это как опция, опять же, тоже мы используем. Я пробую, это действует. А если такой вариант, что игрок наводится на заслон и он не режет траекторию на большого, а уходит вот сюда, вот поэтому стоп, ты помог и вернулся к... Поэтому опять же ты играешь по верху и занимаешь позицию перед игроком. То, что мы делаем, сам справился великолепно. Смена играется тогда, когда игрок режет траекторию, идет на большого, идет туда вниз, тогда играется смена. И второй вариант в этой смене. Маленький может пойти и понизу, но опять же бомбируя игрока. Но это уже так, это опция, которую можно только рассматривать, можно об этом говорить. Итак, первое. Игрок играет сам. Второе. пуш. Третье. Смена. А теперь переходим в более такой интересной теме. Стэпаут. Короткий заслуг. Опять же, все здесь, на этой стороне. Нюанс и тонкость в этом элементе заключается в том, как будет делать этот стэпаут вот этот игрок. Именно игрок, который заслоняет. Все остается в силе. Если игрок выходит на заслон, вы противодействуете заслону. Если игрок занял уже позицию, и на него наводится игрок, и вы играете стэпаут, или короткий заступ, здесь вот есть такой нюанс. Займи позицию. агрессивно противодействуя игроку с мячом на наведение на заслон. Игрок в зависимости дальней, в зависимости того, как игрок наводится, он смещается в сторону мяча и контролирует мяч своего игрока. У вас уже будет ближняя сторона, и он не должен получить мяч. Стэпаут. Игрок наводится на заслон. Вы видите эту траекторию игрока смещен. Видите? И по мере подхода к заслону вы уже прижимаетесь к игроку. А вот теперь то, что ну судьи вроде нету здесь, да? Или есть? Если есть, я думаю, вы меня простите. Сыграем чуть-чуть грязно, да? Или на грани фола. Чуть-чуть назад. Нельзя касаться игрока или там держать его тем более долго. Нельзя. Но чтобы сделать хороший степ-аут, хороший заступ, короткий, вам нужно сделать короткий заступ и уйти назад. Но чтобы это быстрое, это быстрое движение было, сыграем чуть-чуть неординарно. Но здесь нужна быстрота ваша, как защитников. Вы видите, что игрок начинает движение, вот вы видите его, он начинает движение на заслон. И вот теперь вот вы уже этой рукой со стороны мяча вы чуть-чуть кладете на пояс. Чуть-чуть. Ты смещайся. Вторая нога вот сюда под ногу и делаете маленький заступ, рука вот вверху. Ты должен идти в спину. Вот ты противодейству заслон. Я мешаю ему пойти сразу. Нет, ты идешь сюда, на меня. Вот я одной рукой держу игрока вот в стопу в бедро колено. Вот мое движение. Иди в спину. Он меняет траекторию, дает большую траекторию. Я вот этой рукой сам же себя как катапульт возвращаю назад. Я помог своему игроку. Вот ваше движение. И сами возвращаетесь. Грязно? Да, может быть. Но это проходит, это можно сделать. Я не говорю, что это грязно. Так, это я уже сгустил краски, наверное. Но чтобы сделать вот этот заступ и сделать его правильно. По какой траектории, по какому движению. Вот помог и вернулся. И опять же рука. Давайте попробуем. если назад и сразу игрок смещал. И ты игрок. И ты возвращаешься опять же. Вот это движение руки назад, вы себя выталкиваете и занимаете обратную позицию. степ степ аут. Степ аут. Не каждый раз вот этот игрок сможет предположим так удержать его, а он пойдет вниз. Да, там сорваться, мокрая майка и все остальное. Он только начинает движение, иди вниз. Вот здесь вот я помог, ты вернулся, и я возвращаюсь опять же к игроку. Ты справился, я помог. С дальней стороны вы уже будете как ближняя сторона, вы ляжет. Как кто учил? Закрытая стойка, или же вы насыщаете зону на линии передачи, это ваша проблема. Как кто видит эту ситуацию? Еще раз. Быстрее сделаем. Подавлю. Есть. И не дать получить. Первое сам. Второе пуш. Третье смена. Четвертое степ-аут. Короткий заступ. Мы можем спорить и можем говорить, как делать этому игроку лучший заступ перпендикулярно этому движению. Не всегда так успевает игрок сделать. Ваша задача изменить траекторию ведения игрока. Изменить. Значит здесь по мере того, как вы уже наблюдаете за этим игроком, вы можете сделать вот движение чуть-чуть лучом уходящее от игрока. Можете так. успеете здесь сделать и вернуться будет вообще великолепно. Но больше всего, что показывает практика, это будет фон нападения. Вы не успеете это сделать. Итак, мы сказали уже четыре вида. А теперь мне нужно можно вас двое? Да. один и кто еще хочет? Пожалуйста. Занимайте позицию. Уже полноценная пятерка. Полноценная пятерка. Мяч находится здесь. Я хочу, чтобы вы понимали и научились правильно занимать позицию. Мы говорим о пикин роллах, но очень важная вещь, как вы правильно займете позицию относительно мяча. Мяч находится здесь. Не надо прижиматься. Вы на линии передачи. Вы как четвертые номера, пятый номер, четвертые номера, третий номер. Мяч там. Не нужно бояться отступить от него. Вот опять же линия передачи, линия мяча. Пусть пойдет эта передача. Ты успеешь к нему. Но находясь здесь, ты уже сымитируешь и насыщаешь эту зону. Игрок четвертый номер. Опять же, ты не стоишь в линию, а чуть-чуть подымаешься. И опять же, ты насыщаешь зону. Он может отдать передачу. Отдай сюда передачу. Это перехват. Тут один, второй игрок стоит. К чему это веду? А теперь элемент длинного заступа. Вы помните, в ЦСКА играл такой игрок, как Андерсон. Его игра 3-4 года назад. Он с такой легкостью делал длинный заступ и выгонял к центру поля разыгрывающего, что просто диву даешься. 2-10 гонит маленького с хорошим дриблингом к центру поля и тот боится даже развернуться и отдать передачу. Это достойно уважения. Поэтому следующий вариант длинный заступ. Длинный заступ. В нашей команде оно звучит по-своему. Не хочу говорить, может кто-то знает, не буду говорить, но этот элемент мы используем для того, чтобы сыграть на ловушке, сыграть на трэпе. Трэп, ловушка, маленький и большой. Как это выглядит? Игрок наводится на заслон. Опять же, агрессивно мы давим на игрока с мячом. Вот этот игрок, который стоит, он видит опять же, только не так, как приступаутит, вот мы ставим ногу, вот вы занимаете позицию, вы видите, что происходит, игрок начинает двигаться, двигайся, игрок идет в спину, и вот здесь вот я, как большой, начинаю выдавливать игрока с мячом к центру поля. Мой партнер, он идет в спину игрока с мячом, и мы вдвоем заставляем игрока потерять видение. Раз. Второе, чтобы он отдал передачу, им был наш перехват, но прежде всего он должен потерять видение. Я, наверное, не открою тайну, что даже в суперлиге некоторые игроки не могут отдать передачу левой рукой, правши. Это наша проблема. Но что-то не заложено было изначально. и тяжело отдают игроки передачу левой, чужой рукой. Поэтому эта защита и придумана иногда для того, чтобы поставить нападение в те рамки, которые для них проблематичны. Поэтому медленно. Мы сейчас говорим о двух игроках и все остальные. Стоп! На прямых ногах не стой. Согни ноги. Вот, ты его держишь, поднимаешь руку, ждешь, как он будет двигаться. Начинаешь двигаться и мы вот, ты видишь, поехал. Вот, дальше, дальше. Вот, не фаля, выгоняя игрока в поле и он не должен пройти между вами, выгонить его к центру поля. А теперь гоните его сюда. Что этот игрок может сделать? Ты поставил заслон. Что ты будешь делать? Пойдешь вниз. Вот этот игрок, опять же, он не должен становиться в линию, да, горизонтально. Поднимайтесь вверх и вот здесь на линии, он разворачивается сюда. Твой игрок, ты с ближней стороны, вы перекрываете этого игрока. Развернись сюда. Ты с дальней стороны. Ты можешь даже его, ну, не то что бросить, вот ты смещаешься к центру и мешаешь этой передаче. Он развернулся спиной к твоему игроку. Значит, смело его бросаешь и вот здесь перекрываешь этого игрока. Даже если он пошел вниз, он развернулся. Он не должен отсюда отдать передачу. Он должен потерять дриблин. Он должен отдать плохую передачу, которую вы должны перехватить. Не бойся поднимать наверх. И ты перекрываешь. Если он разворачивается в эту сторону, сразу же игрока ты берешь, он потерял дриблин. Ты с ним, ты возвращаешься назад, но ты ему помогаешь. И ты смещаешься. Ловушка, которая действенна, и которая проверена, и она получается. Длинный заступ. Попробуйте еще раз. Поддавливает игрок. Спину. Руки вверху. Стоп. Самое главное, чтобы вы не лезли выбивать мяч. Здесь пол не нужен. Игрок не должен пролезть. Остановитесь здесь. Оставайтесь. Игрок не должен полезть между вами. Он должен потерять дриблинг. Доли секунды вы помешали ему. Первой передачи он здесь развернулся. От первой передачи не дал получить передач. Он остановив дриблинг остается со своим игроком. Ты с поднятой рукой, чтобы не пошла прямая передача. Несешься к своему игроку и занимаешь позицию перед игроком. Но не должны пойти вот эти короткие передачи в края. И еще раз повторим длинный заступ. И движение вот я хочу увидеть движение крыльев. Да, как мы говорим. Движение игроков, которые не участвуют в этом элементе. Стоп! он не должен выйти. Закрывайте его траекторию. Он не должен выйти. Еще раз. Он заводится сюда сразу же от передачи. От передачи. Поехали. Подавляем. Рука вверху. Стоп! Не реагируйте. Не реагируйте на его показы. Вы должны знать, что вы хотите от себя, от своей работы. Гоните к центральной линии и не думайте ничего. активно, агрессивно. Даже если в этой ситуации вы уже вытолкнули отсюда. Трэп не получился. Ты несешься назад. занимаешь позицию опять перед ним. Но вы должны приоритет себе поставить. Цель. Что вы хотите добиться от этого заслона? От этого противодействия этому заслона? Поехали. руки вверху. Вот. Он не должен получить. Как угодно. Вы уже остановили. Он не должен получить мяч. Итак, сам пуш, смена, степ аут и длинный заступ. Длинный заступ, но есть другой вариант. Я сказал об Андерсене. вот он, что он делал? Был такой же длинный заступ, и он выдавливал к центру поля, маленький занимал позицию перед большим. Перед большим. И то, что мы использовали в коронком заступе, игрок возвращался, руки вверху, чтобы не пошла прямая передача. Вариант, если сильный большой игрок. Но мы говорим о этих двух игроках, мы говорим о крыльях, о игроках, которые играют, не участвуют в этом процессе. Вы должны быть на линии передачи и перекрывать вот эту возможность сыграть, связаться с свободными игроками. Опять же, все начинается с агрессии вот этого игрока. И наверное последнее, что бы хотелось сказать. Игра под 45. очень много моментов, когда мы говорим, я как своей команде говорю, что мы не пускаем в середину. Не пускаем в середину. Игрок, который идет в середину с мячом, у него очень много вариантов на связке. Сыграть на связке, потому что здесь можно пройти до конца забить, можно остановиться, бросить. И самое главное, что как только выходит игрок на постраховку, отсюда проще отдать передачу. Не жалей, если игрок пойдет в лицевую или пойдет по дальней траектории. Один вариант, который играется, мы играем под 45. Игрок, получив мяч, опять же, мы берем только одну сторону. Игрок играет опять же один в один с этим игроком. И этот игрок, он ставит заслон сходу этому игроку. Смотрите, что получается. Опять же, мы берем поэтапно игрок играет один в один. Игрок играет от мяча и чтобы не было бэкдора. С дальней стороны твой игрок, он вообще на галерке где-то стоит. Смещайся к середине. Вот сюда, к штрафу. И ты занимаешь позицию на линии передачи. Начинаем защищаться. Игрок противодействует заслону и этот игрок несется на заслон. Я вижу и ты мне говоришь, здесь есть такая проблема. Я делаю шаг противодействию заслону. Ставь заслон. Противодействию заслону и начинаю сразу же поддавливать игрока, чтобы он не поднял голову и не думал, что сделать в этот момент. У него не должно быть времени на обработку этой информации. но вы есть вариант здесь его сделать трэп и зажать к этой боковой линии. Расположение ваше обязательно. Попробуем. стоп. А теперь в какой момент ты идешь на этот противодействие ухода в центр? Как только игрок начинает движение, вы ставите заслон, он начинает движение, шаг и шаг чуть-чуть дальше. Этот игрок наводит на него, он мешает передаче и вот выдавливает его к боковой линии. От первой передачи движение к мячу. Мы еще не говорим, что такое поп, мы говорим о пикин ролле. Игрок идет вниз, он его встречает. Четвертый номер. Ты занимаешь позицию перед игроком. Но еще раз, задача этого игрока, первое, противодействует заслону, рука вверху и следующий шаг на игрока, чтобы он не пошел и не увидел, кому отдать передачу. Попробуйте еще раз. Руки вверху. Опять же, цель наша противодействовать этому заслону. Я каждый раз буду говорить, что не только два человека участвуют. Вот эти моменты вы должны пресекать. Вы должны активно без фалла затруднять этой передачи. И чтобы этот игрок даже не поднял голову, чтобы отдать точную передачу. Пусть он отдает любую передачу. Как мы говорим, такую соплю или же передача в пол, но это для тебя шанс и время на перехват. Попробуйте еще. Начинай отсюда. Выше. Я вот как провоцирую, что этот игрок уже занимает позицию, он знает, что там зажимает этот игрок, не отдаст. Это все есть. Все есть. Самое главное, чтобы вы понимали друг друга. Вот именно эти игроки и все остальные. Твоя задача в этой защите. Вы можете каждый по-звоему называть, но вы должны противодействовать заслону в центр и тут же гнать игрока боковой линии с акцентом на то, чтобы он не отдал передачу. Как мы добиваемся вот этих взаимодействий в защите? я использую одно упражнение, которое в принципе способствует развитию разных элементов противодействию пик-н-ролла, то, что я показал. Есть опции, которые можно в любой ситуации определить, но основываемся на этом, как я отрабатываю, как отрабатывает моя команда в этой ситуации. предположим, защитник нападающий, давайте вы начинаем, отходите в сторону, нападающий в углу, защитник с мячом на лицевой, большой на штрафе, первое, что мы, вот сейчас отойдите в сторону, первое, я говорю, что есть с чего складывается все, из индивидуальных действий, игра один в один, это как фундамент и как закон, наверное, да, есть некоторые ограничения и некоторые вариации, но игра один в один прежде всего, первое, я даю своим игрокам упражнения на отработку тех или иных вариантов защиты или же работы один в один, идет передача, давай передачу, нападающий делает рывок на получение, ты отдал передачу, ты должен затруднить получение передачи и занять позицию, чтобы игрок тебя не обыграл сразу и не бросил, ясно? То есть вы делаете все сходу, поехали, игра один в один, то есть вы сразу же приучаете своих игроков занять правильную стойку, занять правильную позицию, чтобы игрок сходу вас не обыграл, твоя задача, как ты думаешь, какая твоя ошибка, если мы говорим о защите, но я хочу сказать, какая твоя ошибка, как нападающий, ты получил очень далеко, почему не получить на той позиции, с которой ты можешь очень уверенно забить, поехали, еще раз взяла, и попробуй сразу же идти в обыгрыш, твоя задача защититься, поехали, вот, стойка и занятие позиции, правильная отработка этой позиции, а теперь добавляем, мы говорим о пик-н-ролле, то же самое, центровое, мы назвали шесть, пока шесть вариантов, и каждому этому варианту мы можем отрабатывать в этом упражнении отработку противодействия этому заслону, предположим, первое, да, мы играем сам, идет передача, ты получаешь, ставишь сходу заслон, ты должен противодействовать этому заслону и сыграть самостоятельно, чтобы он не пошел ни в лицевую, ни в центр, и твое действие как центрового, что ты будешь делать, давайте попробуем, поехали, стоп, а что ты сразу прячешься за заслон, ты противодействуешь ему, да, он еще не сделал, дриблин, он еще не начал движение, но ты должен его направить туда, куда ты хочешь, ты помешал этому заслону, ты не дал ему пойти вниз, хорошо, вы поняли, да, что есть сам, предположим, сейчас играем смену, поехали, стоп, стоп, он не должен пойти туда вниз, а ты играй дальше с ним, ты пошел понизу, мог играть поверху, твое развитие атаки, следующее, пуш, опять же, все упражнения идут сходу, все упражнения идут в динамике, конечно, нужно сначала отработать все до мелочей, не то, что в статике, но на короткой дистанции, но, чтобы было меньше, вы можете сейчас ошибаться, можете делать все, что где-то не подходит, но это будет в динамике, и если вы правильно уловите, и поймете это, вам будет проще потом, пуш, есть, а теперь, вы все равно вдвоем остаетесь, да, мы знаем, что там будет еще постраховка, степ аут, короткий заступ, то же самое, короткий заступ, и ты возвращаешься к своему, поверху идешь, поехали, ошибка в том, что ты вдавливаешься в этот заслон, ты противодействуешь, выдавливаешь его, противодействуешь этому заслону, хорошо, давайте сделаем так, я не скажу, что это догма, и это панацея от всех проблем, но вариант, как отработки вот этого варианта, я предлагаю именно свое, ваш вариант, принимать, не принимать, я хочу закончить тем, что, с чего начал, начал, простите, с чего начал, индивидуальное действие в защите, агрессивная защита, основа всего, умеете вы защищаться, умеете агрессивно все это противодействовать, будет меньше проблем взаимодействия игроков, чем больше игроков взаимодействуют в защите, чем больше, тем вариант ошибок больше, потому что каждый игрок, нету всех одинаковых игроков, кто-то играет сильнее, кто-то слабее, но если вы научитесь играть агрессивно, целеустремленно и активно, один в один, противодействию заслоном, или противодействию, конечно же, один в один игроку, будет многое получаться, это раз, второе, каждый из вас, как игроков, и многие тренера, уделяют внимание нападению, хорошо, да, нам нужно забить эти два очка, или три очка, или одну очко, чтобы выиграть, но многое складывается из защиты, маленьких тонкостей, и ваших взаимодействий игроков, поэтому, не бойтесь, игроки, занимать ту нишу, на площадке, которая называется активная черновая работа в защите, это очень ценится в нынешнем баскетболе, очень ценится, еще раз, у нас эта ниша, она свободна, еще не родился, или там, может родился, но пока нету, второго Москаленко, второго Харченко, нету пока, мы все хотим забивать, мы все хотим, чтобы были овации, но вот эти люди, которые играли, они делали для победы очень многое, но что они делали, они, как мы говорим, грызли ахиллы, против них было тяжело защищаться, у нас, по большому счету, пока этого нет, и самое главное, мы сейчас играли, и отрабатывали некоторые моменты, и по защите, мы все молчали, в защите, в защите нельзя молчать, в защите нельзя отдыхать, отдыхать, вот можно после игры, тайм-аут, или на замене, защита, это кропотливая работа, если мы в этом элементе, как пик-н-ролл, сможем справиться, или сможем отработать, те элементы, и сыграть, так, как вам говорит тренер, то, что, еще раз говорю, то, что я показал, это не догма, у вас есть свои варианты, свое видение игры, я показал все, что на своем опыте, хоть его немного, но мы пробуем что-то делать, пробуем что-то искать, получится у вас это, будет очень хорошо, и, наверное, я хочу поблагодарить Дмитрия Евгеньевича, что, за столь чудесное, начинание, общение между тренерами, тренера, которые сидят и смотрят это, я хочу, чтобы вы много взяли от этого семинара, от семинаров, которые происходят у нас на Украине, будущих семинаров, надо уловить эти тонкости, хорошо, когда все общее, и все, все это можно и читать в книжках, это нужно делать, но улавливайте вот эти тонкости, улавливайте моменты, которые каждый тренер пытается что-то донести, поэтому я благодарен вам за внимание, если что-то не донес, это моя ошибка, спасибо. сейчас, спасибо, Виталий, у меня есть такое предложение, сейчас я Витальику один свой вопрос задам, как часто ты меняешь защиту в своей команде, раз в неделю, перед каждой игрой, то есть нужно понимать, как часто это можно делать, и как часто ты это делаешь, сейчас, пока подумай, подожди, и другой, еще один момент, вы много слушали, много тренеров, может быть, что-то уже переварили, есть Звездан, есть Казис, если есть вопросы по их темам, пожалуйста, можно сейчас задать, мы все завершаем, пожалуйста. Прежде всего, должен быть фундамент, игроки должны знать любую схему защиты, я говорю, что под каждую команду, под каждых исполнителей, мы используем свою защиту, 2-3 элемента, 3 это, наверное, так, это много, именно личной защиты, вот 2 активных момента, которые, наверное, так вот на каждую игру, есть варианты, которые в течение игры, может быть, происходить, может меняться, но на каждую игру мы отрабатываем тот или иной, ту или иную схему защиты, скажу сразу, не все получается, не все, потому что у нас, ну, относительно молодые игроки, не всегда опытные, и желание много борьбы, и желание быстрее все сделать, не все получается, но желание есть, и те элементы мы отрабатываем перед каждой игрой, это мы говорим о личной защите, бывает так, что на игру, вот в игре с Запорожьем, мы используем 5 вариантов защиты, там, две зоны, две смешанные зоны, то есть одна смешанная зона, и по личной защите у нас там были элементы, много, много информации, может быть, но игроки должны выполнять то, что им говорят тренер, и если вот мы говорим о тех нюансах, которые у нас были, как противодействовать тому или иному элементу, они должны выполнять беспрекословно, мелочей здесь не бывает, мелочей нет, поэтому, да, на каждую игру, на каждую команду, на каждого исполнителя есть какое-то противодействие. Субтитры создавал DimaTorzok